Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наша собеседница – биолог и преподаватель Татьяна Долинина. Татьяна Константиновна – дочь известной писательницы и педагога Натальи Долининой, книги которой в свое время были в каждом интеллигентном доме. Прочитаем «Онегина вместе», «По страницам войны и мира», «Печорин и наше время», «Предисловия к Достоевскому». Дед нашей собеседницы – знаменитый филолог и историк литературы Григорий Александрович Гуковский, книги которого сразу по выходе становились классикой науки. В 49-м он был арестован в пору кампании по борьбе с космополитами и через полгода умер под следствием. Татьяна Константиновна до вторжения России в Украину жила в Петербурге. Теперь перебралась к семье в Израиль. Татьяна Константиновна, что вы знали о русском зарубежье в Ленинграде в 70-е и 80-е годы прошлого века? Ну, вы знаете, 70-е и 80-е – это разные вещи. И того, как стали уезжать до 74-го, до 72-й, 74-й, мы знали, в общем, довольно мало. Мой отец бывал во Франции, потому что он занимался французской лингвистикой. Но это было, знаете, как человек в сказку поехал, а потом оттуда приехал и привез что-нибудь замечательное. Ничего про, так сказать, зарубежную литературу, про самосдат и так далее, мы ничего этого не знали. Или просто мы были маленькие, потому что папа-то, конечно, пластинки какие-то привозил и французское радио все время слушал. Но это родители, это родительское поколение. Я 50-го года, поэтому до 68-го года у меня вообще была своя подростковая жизнь. Понятно, да? И ничего мы особенно и не знали. И литературы почти не поступало. Но в основном, кстати, сам издатом, а не там издатом. Я хотел бы еще попросить вас остановиться на додуховном развитии, на этапе западной фильмы, духи, какие-то иностранные голоса в городе. В конце концов, все видели турмалайские басы, финские автобусы. Все жевали жевательную резинку. И все помнили, что такое порукумиё. Есть ли у вас жевательная резинка? Это я как раз не помню. А вот, соответственно, Шанель номер 5, духи, которые папа привозил маме, это я очень хорошо помню. Потому что все же Красной Москвой в основном душились. Потом там еще Прибалтика какая-то появилась. А тут, значит, французские духи. Это же был атас. Это была великая, совершенно великая вещь, французские духи. Какие-то там шарфики или что-то такое. Вот это было. Были туристы. С туристами жвачку мы с братцем замечательно получали, потому что мы с ними разговаривали по-французски. С туристами. Когда нам было лет 10-12, мы шлялись по набережным и, надо сказать, активно общались с туристами. Получали жвачку. Нечастый случай фарцовки. Но это была даже не фарцовка. Это было развлечение такое. Мы не имели в виду, понимаете. Ну, просто было забавно. А мы мальчик с девочкой, да, да еще близнецы. Ну, это не видно было. Но мы с удовольствием об этом говорили, что мы близнецы. Ну, жвачку получали, да. Это приличный французский язык. Да, я помню, что раза два помог перейти шумный и бурливый Кировский проспект к кому-то. И тоже получил один или два раза какую-то жвачку. Создавался ли, Татьяна Александровна, из всего этого какой-то образ, пусть вымышленный, пусть какой-то совершенно недостоверный за границей? Ну, какое-то кино все-таки поступало, понимаете. Я тут недавно на днях буквально рассказывала внучке, как мы смотрели «Ночи Кабири», это был 67-й год. Да, еще что-то «Мужчина и женщина» тоже 67-й или 66-й. Кино, да, кино как бы давало образ, но только кино. У отца были какие-то контакты с иностранцами, с французами в Ленинграде? С французами, да. С французами, конечно, да, были. Папа же в Герценовском работал, там, соответственно, защищался. Были какие-то студенты непонятно откуда, какой-то там что-то франкоязычное, типа «Алжир, не Алжир?». Кроме того, он переводил, почему он и во Францию его пустили, потому что он работал переводчиком на фестивале, первый фестиваль молодежи и студентов, 57-й, да? Да, вот он там работал, соответственно, общался с французами, потом поехал во Францию, значит, соответственно, с кем-то переписывался. Не мешали, наоборот. В ваших интервью, ну, по крайней мере, в одном из интервью, вы называете дядей Ефимой филолога Ефима Эткин. Я напомню, что в 1974 году он был лишён советского гражданства и обосновался в Париже. Ваши родители поддерживали отношения с Эткиндом и другими эмигрантами? С Эткиндом, да, безусловно. Мой папа помогал Эткинду вещи складывать и книжки упаковывать. Потом Фима смеялся, что упакованные костей книги могли бы доехать до Северного полюса, а не то, что до Франции. За что его потом выгнали из Герцановского и лишили работы. За поддержку Эткин, да. А маму перестали печатать, но она переписывалась до смерти с Ефимом Григорьевичем и с его женой Екатериной Фёдоровной. И эта переписка частично издана. Ефим Григорьевич их издавал. Я помню, что когда я впервые оказался в вашем доме в каком-нибудь 82 или 83 году, первое, что я увидел на книжной полке, бесстрашно стоявший корешок, на котором очень крупно было написано, Ефим Эткинд, записки незаговорщика. Западное издание, лондонское, Overseas, и вы совершенно, он даже не завернутая была книжка. К вам ходили ученики, никто не догадывался, никто этого имени не знал? Нет, конечно. Я преподавала биологию. Были дети знакомых и каких-то, ну, интеллигенции, но их было меньше. В основном это были просто ученики. Ну, как, Иван, вы-то помните, как мы учеников набирали, особенно летом, по объявлениям, да, и так далее, и так далее. Вот, эти просто ничего не знали. А те, кто зимой занимались, да, были дети друзей, знакомых и родственников. Ну, эти, как бы, знали, кто такой Эткинд, ну и, слава богу. Разговор о стихах, понимаете, был во многих интеллигентских домах, правда? Это точно. Он же никуда не девался. Любимая книжка моя была. А записки незаговорщика, да, Екатерину Фёдоровну-то впускали пару раз. Да, жена Эткинда, Екатерина Фёдоровна, тётя Катя, её пару раз всё-таки впускали повидаться. Ефима нет, а её пускали. Была же живая её мать и её сестра, и она приезжала. Люди, которые знают, что вы внучка Григория Гуковского, конечно же, заинтересуются, веяла ли тень над вашей семьёй, зловещая. Понимаете, я вспоминаю, что постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 46-го года, казалось бы, уже не действующее, тем не менее присутствовало в нашей советской жизни до самого конца, до самой перестройки. Вот репрессии в отношении Гуковского как-то сказывались и кались в вашей семье? На моей памяти уже нет. Когда в 54-м году начали выпускать, и выпустили сначала Матвея Александровича Гуковского, брата Григория, и он приехал, извините, в драных штанах из чёртовой кожи, ему жить было негде. А потом выпустили из ссылки вдову Гуковского, и после этого реабилитировали-то его нескоро, потому что он не был осуждён, он умер в тюрьме, Гуковский, Григорий, и его было поэтому трудно реабилитировать. Как не осуждённого, понимаете, да? Этим занимался Макогоненко много. Много сил приложил, спасибо ему огромное, светлая ему память. Потом это было наоборот. Им было стыдно. Его коллегам, которые в своё время не доносили, но отступались от него, да, и на другую сторону улицы переходили, и, в общем, вели себя некрасиво, но потом им было стыдно. И они приходили к вдове, к Зое Владимировне Гуковской. Нет, никаких неприятностей не было, за исключением одного момента, когда я поступала в аспирантуру. Это был уже 1973 год. Я поступала в аспирантуру, совершенно, как вы понимаете, биологическую, к филологам я не имела ни малейшего отношения, но это была система Академии наук. И вот там я заполняла какую-то невообразимую анкету и имела собеседование с невообразимой, отвратительной тёткой, которая долго пыталась найти у меня еврейские корни. У меня по документам папа русский, мама русская. И когда мы добрались до Гуковского, она была совершенно счастлива. Она сказала, о, Григорий Александрович, он же еврей. 1973 год. То есть не то, что он, понимаешь, осуждённый враг народа. Нет, а еврей. Это я хорошо запомнил. В вашей семье часто говорили о ГУЛАГе? ГУЛАГ был частью страны или каким-то своего рода зарубежьем? Ну, говорить говорили мало, особенно, когда мы были детьми, потому что, ну, родители понимали, что мы в школу ходим, да? Но, с другой стороны, это никогда не скрывалось. То, что вот Матвей, дядюшка Матвей Куковский сидел, то, что Зоя была в ссылке, я помню столько, сколько, так сказать, вообще осознавала, как бы, то, что происходит вокруг. Говорили не о ГУЛАГе, потому что, ну, в лагерях-то только Матвей был, а он никогда об этом не рассказывал. Никогда. Про ссылку рассказывала Зоя. Картины привезла оттуда, которые она там рисовала. Они сохранились. А вы в своей жизни прошли этап, то, что можно назвать, советское франдёрство? Ну, конечно, конечно, да, конечно. Представитель сайта отряда побила по морде в шестом классе. Причина? За Жида Пархатова. Кого-то она там обозвала. Сейчас даже не могу вспомнить кого. Но, так сказать, противная такая была рыжая девка. Ну, и я вам полезла драться. У меня всегда была защита. У меня за спиной был брат, который с криками «Сам бьё, другим не даю». Он всегда за меня заступался. Но было неприятности. Был совет отряда. Меня разбирали, вызывали маму в школу. Потом что-то мордобой вспоминается какой-то. Девятый класс. Одну девушку, не буду говорить кто, она была дочь одного из главных телевизионных стукачей. И этот стукач, он учился ещё с моими родителями. Мама мою пыталась выгнать из комсомола. Ещё долго истории с Гуковским. Очень неприятная была девица, которая начала объяснять про предателей и шпионов Синявского и Даниэля. Это 65-й год. Начало 66-го. Ну, я попыталась объяснить, что они не предатели. То есть, ну, полезла в спор. А она стала кричать мне, что я предатель. Тогда я, значит, и отпустил пощёчину. Через много лет она сказала, что это пощёчина. И заставила её задуматься. Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я, Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наша собеседница – петербургский биолог и преподаватель Татьяна Долинина, живущая теперь в Израиле. Татьяна Константиновна, вы биолог. В Советском Союзе биология имела государственные границы? Ну, конечно, но биология была одна из тех наук, которые до сих пор, ну, сейчас уже не настолько, сейчас, извините, мне за 70, но многие-многие годы, когда я уже работала, уже лет 50, советская биология никак не могла преодолеть этого безумного Лысенковского разгрома. Мы это очень всё хорошо знали. И на нас как раз это очень сильно пришлось, на наше поколение. Разгром биологии, да, сессия Восхнил 48-го года, мы её не застали, но мы поступали, когда в университет, то генетику только-только в школу вернули, да, её же не преподавали. И учителя её не знали, и учебников не было. Это кошмар был какой-то. Я училась в специализированной школе, поэтому нам хоть что-то преподавали, и, надо сказать, неплохо. Но это была специализированная школа. Потом, когда мы уже учились в университете, там были прекрасные профессуры, которые выгоняли при Лысенко, а потом вернули. А были такие, которые нам чуть ли не на пятом курсе, был один такой, который нам на пятом курсе объяснял про великие теории Лысенко и Презента. Партийный был очень деятель. А вот забегая вперёд, скажите, вам удалось познакомиться с западными учебниками, ну, школьного или, так сказать, простого институтского, университетского какого-то уровня? Хороши ли они? Действительно ли сбалансировано, глубоко они подают эту науку? И какие из них лучшие? Удалось ли вам, так сказать, уже живя за границей или ещё в свободные, так сказать, перестроечные годы, с чем-то таким познакомиться? То, как в Израиле преподают биологию, мне очень не нравится, потому что ко мне приводят периодически детей русскоязычных, чтобы им что-то помочь с этой самой биологией. Это ужас. Я не читаю на иврите, но мне достаточно видеть в картинке. Понимаете, по схемам, по рисункам всё же видно, как построен курс, он построен безобразно. То есть у них настоящая биология начинается только что в самой старшей школе. Мой внук Гаврила, когда я ему помогала в прошлом году, так сказать, сдавать эту биологию, я хваталась за голову. Он говорил, бабушка, успокойся. Мне вот тут кусочек, тут кусочек и тут кусочек. Что касается учебников, учебники я видела французские. Ну, там очень классический курс был в биологии. Может быть, скучноват, с моей точки зрения. Это от учителей ещё зависит. Учебники – это учебники. Всегда всё зависит от учителя. Можно вставной собственный эпизод здесь сейчас вспомнить? Я учился в 73-м году в школе для американских журналистов и дипломатов в Египте. У меня папа на очень короткий семестр оказал, что началась арабо-израильская война, как известно, 6 октября 73-го года. И всех к чёртовой матери вымели из этого Египта. Поэтому я не успел поучиться. Тем не менее, у нас сразу началась с 1 сентября биология. Я вернулся домой и сказал, что какой-то очень странный учитель. Он сел задом на кафедру, повернулся к классу и, болтая ногами, целый час рассказывал нам про джинсы. Папа чуть-чуть прищурился и сказал внимательно в меня, вглядываясь, идиот, джинс – это гены. Вы в Израиле, по-моему, уже 3 года. 4. Может быть, имело смысл уехать из России раньше? Я очень не хотела уезжать из России. Но просто семейная ситуация. Мои дети, обе дочери, оказались здесь по ряду причин. А потом я стала болеть и уже уехала к ним. Потому что просто мне одной стало уже тяжело. Уезжать раньше? Нет. Я не хотела уезжать. И не потому, что я не люблю Израиль. Израиль прекрасен. Прекрасная страна, но она не моя. Мои внуки уже израильчане, да. Я уж не говорю о том, что после Крыма волей-неволей пришлось задуматься, потому что надо ехать. Но я думала, что может как-то дальше не продлиться. Но я была права, когда уехала, правда? Я понимаю, что Израиль может быть не своей страной. Но, тем не менее, за границей чему-то всегда учат. Чему вас научило зарубежье? Пусть и такое недолгое, четырехлетнее. Тому, что можно не бояться идти по улице. Несмотря на то, что здесь периодически стреляют и бомбят, правда? Но, тем не менее, я, кстати, почувствовала это первый раз, когда мы приехали в Израиль в 92-м году. Я приехала тогда с Ксюшей, ей было 12 лет. И очень удивилась, когда наши друзья, у которых тоже были дети, они отпускали девчонок замороженным, вечером темно. Как это так? Девочки идут куда-то в магазин, одни. Говорят, нет, здесь ничего не случится. Здесь безопасно. И вот это ощущение безопасности, и что не надо бояться полицию, в общем, тебе всегда помогут. Это очень мощное ощущение. Вы выросли в кругу филологической элиты в Ленинграде. Какой круг общения у вас в Израиле? Вы не чувствуете себя социальным аутсайдером? Видите ли, я старый человек. Поэтому я не работаю. Какие-то уроки я там онлайн веду, но это так, для развлечения. Здесь очень много прекрасных, интересных людей. И моя дочь имеет достаточно широкий круг общения, которые здесь сюда ходят. И, соответственно, она с ними дружит, они приходят, мы с ними общаемся. Здесь куча моих бывших учеников, которые с большим удовольствием со мной общаются. Как меняется ваша оптика с годами? По-другому ли вы смотрите на прожитую жизнь в Советском Союзе, в России? Мне очень жалко Россию, потому что я понимаю насчет коллективной ответственности. Вот только вот давайте не будем, так сказать, заниматься сейчас сложной философской проблематикой. Есть ли коллективная ответственность? Народ виноват. Но мне очень жалко. Это разваливающаяся страна. И сейчас это видно гораздо больше, чем когда мы там сидели. Вы говорите, что вам жалко Россию, а Украину вам не жалко? Ой, Украину мне жалко каждый день и каждую ночь. У меня зять украинец, один из детьев, когда я вижу, как он сидит ночью и слушает, где там очередные бомбы падают. Понимаете? Нет, про Украину даже больно говорить. То, что Россия творит с Украиной, не простится ей никогда. Ну, может быть, 200 лет, 300 лет. Сейчас еще мы этого не увидим. А можно ли иностранцу вообще объяснить Россию? Ни-а. Вань, вы это знаете лучше меня. Но сегодня на вопрос отвечаете вы. Нет, нельзя. Они не понимают анекдотической ситуации, как Леша Герман рассказывал, что к нему приходили одноклассники в дом на Марсовом поле и спрашивали, а где соседи, а кто тут еще живет. Понимаете, они не понимали, да, что в этой громадной квартире может жить одна семья. А иностранцы, как известно, они тоже не понимали, что такое коммуналки. Но и размеры германовской квартиры, надо сказать, не всякому иностранцу были понятны. И вообще, и усваиваемы. Потому что квартиры по 200 метров, это, извините, это редкость. Нет, ну, квартиры на Марсовом, понимаете, что германовская, что академика Александрова, они, конечно, особенные, это да. Но вот мы, скажем, наша семья считались буржуями, когда мы жили на Плеханово. Ну, Плеханово, угол майора, ныне Казанская улица. У нас была отдельная квартира, трехкомнатная. То, что в ней жило шесть человек, не считая, как бы, друзей, которые вечно кто-то ночевал и так далее, это было неважно, все равно это была отдельная квартира. На класс 42 человека было две семьи вот таких, в которых были отдельные квартиры. Все остальные были коммуналки. Знаете, я когда-то не смог объяснить своему приятелю англичанину значение слова «уплотнение». Вот я про то же, понимаете, уплотнение, не объяснить коммуналка, не объяснить. Я потом пожила в коммуналках, знаю, что это такое, когда уже взрослая была. Они очень многого не понимают. Они не понимают, почему любой нормальный человек и при советской власти было так. Хотя милиция советская была, надо сказать, все-таки получше, чем нынешняя полиция. Все-таки там что-то и хорошее делали. Но почему любой нормальный человек, российский и советский, шарахался от милиционера, как отпугало просто? Как это объяснить? Вы бывали в других зарубежьях, кроме Израиля? Конечно, конечно. Во Франции, в Италии, в Чехословакии. С большим удовольствием. Италия поразила меня. А что вы сейчас читаете по-русски? Ой, я очень много чего читаю. Во-первых, есть две стороны чтения. Делать у меня нечего, я читаю. Значит, с одной стороны я перечитываю, смотрю с интересом какие-то вещи, как они читаются сегодня. Вот, понимаете, я недавно перечитывала «Двух капитанов», например. Падение в детство уже. Да это не в детство, понимаете? Это страшно интересно с точки зрения того, как это через призму уже написанных мемуаров, воспоминаний и того сего. Я очень люблю читать воспоминания сейчас. Воспоминания, переписку, мемуары и так далее и тому подобное. Страшно интересно. При этом, как люди сами себя оправдывают, тоже очень интересно. Я тоже иногда заглядываю в старые книжки, написанные в советскую эпоху. Поразительно, как между строчек начинают проглядывать какие-то вещи, которые раньше не замечал. И даже поражаешься. Вот. И даже поражаешься. Это тогда можно было так сказать? А ведь не слышно было. Ведь глаза не видели некоторые вещи. Тогда не видели, да. Тот же Каверин – это же интереснейшая фигура. Я читала, естественно, и его воспоминания, там, и белок, там, и так далее, и так далее. Я в Англии, благодаря сыну, который вырос в Англии, кстати, понял, что «Два капитана» – это такой английский приключенческий роман на советский лад. Хорошая книжка. Это то, что всегда хотели написать серапионы. Они всегда хотели написать сюжетную прозу. Это было их кредо. И вот Каверину, по крайней мере, это удалось. Удалось. Прекрасно. Причем ведь там ни разу Сталин не упоминается. Там один раз в одном месте он в партию вступает. И то, по-моему, это ощущение, что это приписано. Вот, знаете, потом вставлено, да? Но в одном месте только. Татьяна Константиновна, большое спасибо. И расширение круга общения. Спасибо большое, Татьяна Константиновна. Вспоминаю и наш с вами общий Ленинград, и нашу кратковременную мимолетную встречу в Израиле, в Хайфе. И будьте здоровы. Поклон всей вашей семье. Удачи. Спасибо. Спасибо, дорогие. До свидания. У нас в гостях была биолог и преподаватель Татьяна Константиновна Долинина. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.